Привет! Эээ, Трибуарно Кинга! На его втором канале, который называется Кинг Джер, Джер, ага, вышел новый видося, называется «Что будет, если пересечь границу карты в разных играх?» А чё получится? Это всё-таки граница туда не пускает? Вообще, как бы, игрока в играх же, разве нет? Ну, может быть, как-то, если изменить там что-то в самой папке игры, тогда и пустят. Хотя, я, короче, не знаю, как это происходить будет, но давайте посмотрим. Интересно, на самом деле, я всегда сам, типа, задавался вопросом «А что будет, если перейти границу?» Что там такого интересненького? Скорее всего, там будут какие-то непонятные полигоны, и нормально там побегать у тебя не получится. Ну, мне-то кажется. Ну, ролик давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Карта игровых миров. Место, где вы стреляетесь, водите машинки. Да, машинки. Я ничего не вижу. Давай посмотрим. Так. А там граница, по-моему, за рекой находится, за рекой, за морем, разве нет? Серьезно, что ли? Я об этом не знал. Да. А после чего у вас есть акула? Серьезно? Что-то далеко, видимо, чебак заплывлен, потому что его акула сожрала. Думаю, вы про это знали. Нет, не знал, теперь узнал. Но я просто в GTA очень мало играл в пятую минуту. Это если перейти к границу карты по горизонтали, а вот про вертикаль... А, вниз ты хочешь? Нет, ну вниз неинтересно. Я думал, наоборот, границу карты это... Ну, давай, показывай. Что-то. Такие, как комнаты допроса, пар со стендапом и автомастерскую. Это, походу, типа, разработчики сделали эти комнаты, но не использовали в самом геймплее, поэтому опустили их где-то за карту, пусть они там будут или удалить забыли, либо, я не знаю, либо дыры какие-то закрывали, фиг его знает. Интересно. Ну-ка. Ого. Здесь does not exist. А, окей. А, окей. А как это не существует? Я же это вижу. Точно такой же можно найти и на небе, вот на этой локации. Но единственный транспорт, который может к нему долететь, это только дирижабль. А что, теперь дирижабль так высоко летает? По-моему, наоборот, где-то летает ниже, чем самолёт. Нет? Здрасте. Ну-ка. 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 Ну, не знаю, мне кажется, есть богатые. Тысячь границу карты. А, ну, в этом случае, возможно, не знаю. Начнём с карты Анубис. Если прийти на БМ и включить ноу-клип и зайти вот в эту дверь и повернусь направо. Ну, клип, это что значит такое? Кто вас ждёт скример? Да ладно, серьёзно? Ну, такой себе скример, на самом деле. Если бы этот звук был погромче, то, возможно, был бы скример. Если бы он ещё начал, типа, это, ээээ, ну, значение стало бы... ярче. Это голова Тутанхамона. Но это ещё не всё. Так. За картой игры в воде можно обнаружить гигантскую рыбу. Дальше у нас моя любимая карта Зу, которую... Зу? Первый раз я ещё слышу про эту карту. Удалили? Удалили? Есть табличка про львёнка и льва, но самих львов нет. Так. Если, конечно, вы не включите ноу-клип и не заглянете в один из вольеров, где обнаружите льва и его львёнка с надписью... Вообще еле-еле видно, блин, их. Эээ, don't talk to me or my son... Не разговаривай со мной и с моим сыном больше никогда. Я с тобой не разговаривал, а просто на тебя посмотрел, потому что разговаривать не имеешь. На обсуждениях этой находки люди поделились на два лагеря. Одни говорят, что это отсылка на короля льва. Другие же, что это... Да ладно. А чё там была такая фраза что ли? Это отсылка на Мадагаскар 2. Но... Отсыл... А почему отсылка? Ну типа окей, сын и лев. Окей, там и сын и лев есть. Но... Фразы же не было ни там, ни там. Почему это должна быть отсылка какой-то? По-моему, всё же первое ближе. И ещё одна удалённая карта с вам. Разработчиком этой карты был чел из России. И если выйти за границу карты, то... И поэтому удалили, да? Можно найти ПК, где он общается с представителем КСБ. Отличное обновление. Только что нашёл проблему с обновлением сайтов. Ха-ха. Так что люди не могут двигаться. Трава вокруг площадки слыхалась. Хе-хе. И у меня есть... У меня есть ещё три вещи, которые мы можем справить. Всё страшно. Окей. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Отличный разговор. Ссылкой на Шрека. Да ладно. Ну не знаю. Шрека тут я, конечно, не вижу. Странная отсылка. Если бы там ещё Шрек был, тогда да. Я ввение о гигантском Шреке. А. Тогда ладно. Окей, может быть это уже отсылка. Just Cause 4. Блин, Just Cause очень классные игры. Ну я, по крайней мере, только в первую играл. Она у меня лагала как не знаю что. Пока я смотрел куда-то вверх или в траву. Когда смотришь вниз, всё нормально. Но вот эти трюки делать, это прям вообще очень круто. Четвёртый, наверное, это ещё красивше. Эта игра не обрела популярность. Но за границами карты у неё есть на что посмотреть. Ну-ка показывай. Если таки в GTA 5 вы попробуете пересечь границу карты на самолёте, то, как бы это странно ни было, но вы наткнётесь на луну. Какого хрена? Луна не может быть такой большой. Луна не будет флаг республики Медичи. Но это если пересечь границу по океану. Если попробовать преодолеть то же самое через горы, вы обложите котёл и молоток. Это же из той игры. Блин, я не помню как она называется, но чувак, который стоит в этом котле, сидит и он поднимается наверх. По-моему, вот оно и есть. Прикуляться. Тот, который Рико может использовать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он даже может в неё залезть. Эт-эт-эт геймплей реально той самой игры охренеть. Слушай, я вот чисто из-за этой отсылки теперь захотел скачать эту игру. Всё, надо её качать и играть. мини-игра со ссылкой на воду доводка которая в свое время надела много шуму лет забавно far cry 6 возможно про эту деталь вы уже слышали но это супер но после пролога если вы не захотите бороться с безумным диктатором то вас насильно никто заставлять не будет просто можете сесть в первую попавшуюся лодку и уехать в сторону горизонта ну-ка в итоге вы пройдете всю игру это реально по ходу в каждой это такая фигня есть по-моему в 4 я уже видел такую вроде как в 5 уже я видел такое или какой как минимум в двух far cry такое видел ты месяц спустя я на самом деле думал то что он будет нам показывать что именно за границами мира находится вот типа вот в assassin's creed ты приходишь там у тебя конец состоит это не может там зайти никуда дальше да и каким-то образом туда ты проходишь через эту границу уже нам показываешь что же там находится а мы должны были за нее бороться блин но побеждать без боя как-то не интересно что ли а наоборот а пробежать вместе до самой игру я просто не за день играл прокрашать поэтому это не знаю кто за кого борется поэтому я предпочитаю войсов стил лучше много пользователей а это реклама у тебя матем те люди как это вай сети ну а вот я случайно нашел в детстве и не понял кто эти люди если зайти в оружейный магазин прыгнусь на прилавок и взять руки rpg и прицелиться в стенку то можно горбачев насколько помню вроде а это горбачева и рейгана а это рейган и скорее всего являлась каким-то мемом в те годы не это странно ей пера пера слышу по такой но я вообще думал про другое короче говоря заход за вы думаете что вал в добавить это за границей карты только в кс го то ошибаетесь в самом первом half-life и в пятом лове после того как вы активируете лифт можно включить ноу клип и выйти за границу карты и в горе вы обнаружите целую комнату с лицом гейпа нюэлла это не забавно честно какой-то себя добавил как проекция в half-life 2 в игре на каждом углу есть голограмма соли сам при нам и как бы очевидно что это видосы и все такое но если выйти за границу карты то можно найти оказывается видосы снимают вот с этого чувачка который просто половину чего он вещает то же самое в прямом эфире я показывал про кольцо из василина колец в колодце я уже снимал шорт где показывал про кольцо из но это явно не было стилен колец сто процентов кого-то другое кольцо но не похоже на василина колена с колец ков колеческая или на колец в колодце но я не сравнится с другими находками запрещал выбежал блин увлочитова и локация с охранниками и с мостами где они тупо ходят туда сюда и по всей видимости разрабы проверяли физику висящих мостов слушай прикольно они это ходят чтобы держать равновесие не упасть мостат прониками карты на вершине горы куда невозможно попасть без счетов можно найти две коробки и книгу про трех разбойников чему объяснение никто так и не дал и конечно вот может быть ты разбейник потому что залезть сюда куда не надо это это большой вантуз или докончить эту крепость или башню но судя по форме это точно должно было быть огромное построение но увы она осталась за границами карты желтая снадрес но почти одни этаж если вы тоже фанат и игры с открытым миром в принципе вы знаете что океан сан-андресе бесконечный но ютубер за джизи с помощью программы телепорта поставил максимальную дальность чтобы дойти до проклятого n в итоге с игрой началось что-то реально странное нифига себе это какой-то 3 но по крайней мере он дошел до n после этого мне стало жутко интересно про ремастер я подумал так да мне кажется ремастер будет примерно то может в ремастере сан-андреса что-то креативное придумали может сомневаюсь очень сомневаюсь креативное в ремастере да ну тебе за чего но после пяти минут полетом карта игры тупо телепортируется перед вами а это сейчас был немаленько ты едешь обратно то есть вылетите рано карта игры тупо спалниться перед вами и точно странно было ожидать от них хоть чего-то креативного вот я должен быть команды ты ты хочешь чтобы тебе что креативно дали в ремейке см3 в начале первой миссии если взобраться вот в фигасе потому есть такое оружие об я думал там серьезно сами какие-то странные пушки обычно я по крайней мере во вторую играл и такого это на окошко и выйти за пределы игровой карты то вам навстречу выйдут мега мозги с лицами разработчиков игры что достаточно прикольно и достаточно крипово в них стреляешь они издают странные звуки они стали похожи на марсиан из марса такой как будто по-моему там звуки такие же были если честно я не помню но какие звуки там они издавали но по крайней мере у них башни башки такие же и же зеленой крови по-моему это сейчас будет пример реально крутой сцены от разрабов ну-ка с принципом первый раз слышу про это философская головоломка которая к удивлению разрабов стала очень популярной и сама вообще философская главное прибыльной игрой поэтому они добавили главного финансового директора девалвер диджитал в качестве пасхалки за карту игры где он радуется прибыли и это реально его лицо или нет какая-то знакомая за форест кто не играл расскажу в двух словах давай игры вы с вашим сыном тиме летите в самолете а там сын тоже есть рядом с тобой после чего случается авиакатастрофа и какой-то абориген пройдет вашего сына а нихрена себе не знал а как он а это уже катастрофа и он его украл а я думал он его украл до того как катастрофа случилась точнее до того как они упали и если в первую очередь вы построите плот и решите уплыть с карты игры то спустя какое-то время отестимый достанет его фотку и начнет грести назад что а это мило на самом деле одновременно очень трогательно и очень умно со стороны разработчика типа ты чё охранял чувак а ну иди за своим сыном спасай его серия игр ассасинскрит я попробовал все части вплоть до вальгалы и разработчики действительно логично решили этот вопрос в случае когда вы захотите выйти за пределы карты то вас просто дезинхронизируют да 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 вот и я о том что это постоянно такое было когда я играл в первую часть чуть-чуть но я думал может быть как-то можно выйти за пределы без вот дезинхронизация для тех кто не играл в ассасинов объясню что вас синхронизирует с памятью вашего предка который жил в древности и если происходит дезинхронизация то это говорит о том что ваш предок там просто не было логично блин а я думаю все таки каким-то образом нашел это способ выйти за пределы и нам показал бы что там находится потому что но я видел некоторые ролики там показывают по огромные такие города но туда пройти нельзя потому что это границы карты и такой блин а как хочется посмотреть что находится то вряд ли конечно не города по целые построили но в любом случае хотя бы увидеть как дэншин 2 вы признали через какой от мне пришлось пройти чтобы попасть на другой конец карты потому что rockstar каждую минуту вставляют вам палки в колеса если вы попробуете найти конец карты западом то вас убьет какой-то нереальный мексиканский снайпер серьезно офигеть постоянно так будет убивать через сан деннис я хотел доплыть на лодке до джунглей но по какой-то причине лодка тупо утонула и он все почему-то чупалки меня умер поэтому я буду изучать и на бессмертно передал до конца карты и тут меня ждала банальная невидимая стена но тут реально интересно кажись rockstar знали что портирую игру на пока обязательно будут читеры не использовал модно свободную камеру перешел другую сторону и тут меня ждали пумы и медведи но хотите развали на безумно было интересно какой конец карты о все начало лагать день но мне пришлось их прихлопнуть и спустя какое-то время я добрался до конца карты тупо болотно уже в принципе отсутствует упал блин и в море нифига себе смотрите это прямо этот как его на обрыв какой-то это походу наша планета все-таки не круглая я все равно возвращаюсь обратно это забавно не на самом деле забавно вот это вот я вот такое вот примерно ожидал вам спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось если вы знаете какие-то крутые детали пишите о них в комментариях всем огромное спасибо видос прям очень интересно получилось но как я сказал я надеялся то что нам покажут вот например в ассасинскриде там смотришь на горизонт и там такие огромные какие-то города красивые и каким-то образом можно туда именно пройти и посмотреть что там находится но вот такие вот всякие прикольные пасхалки это тоже офигенно на самом деле вот как например в just cause 4 я бы с удовольствием даже поиграл в эту игру чисто из-за того чтобы найти эту пасхалку это реально очень классно потому что игра на которой сделан пасхалку прикольная но сложная по крайней мере я ее пройти не смог остановился и у меня стрим был на самом деле можете посмотреть еще вот а так ролик классный спасибо большое кингу за контент еще если вам понравилась реакция лайк подписка комментарий не забывайте поджимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока